Всем привет! Сегодня на обзоре один из совершенных моделей у данного бренда. Из личного опыта могу сказать, это одна из лучших моделей. Есть значительные улучшения. Первая и серьезная доработка это установка бесщеточного двигателя, который, как видим, работает очень тихо. В целом, все сейчас посмотрим детально. Всем приятного просмотра! KKR24 Technologies Поставляется вот такой фирменной, достаточно габаритной упаковки. Смотрим примерные размеры. Длина 60 см, ширина 35 см и глубина 20 см. Основные технические параметры. Мощность 400 Вт, скорость вращения от 300 до 2500 оборотов в минуту, диаметры захвата режущего инструмента от 1,5 до 13 мм, Максимальный вылет 58 мм и рабочая дистанция 148 мм. Сверху можем видеть мощное, литое чугунное основание. При транспортировке значительно повреждена упаковка. Железка с таким приятным, хорошим весом. Размеры платформы примерно 20 на 20 см, установочные пазы 13 см и межосевое расстояние 10,5 см. Общая длина порядка 32 см и высота тоже где-то 3,5 см. Здесь снова видим современную ручку, как в модели 5167. Сделано, как видим, все очень аккуратно. Есть прорезиненная рукоятка для удобного хвата. Ну и резьба здесь порядка 8 мм. Для усиления ручки изнутри можем видеть ребра жесткости и длина здесь чуть меньше 20 см. Также смотрим в комплекте вот такой набор шестигранников из 5 штук. Ручки для крепления на штурвал в количестве 2 штуки. Ну и ключ для зажима инструмента в патроне. Есть также небольшое руководство пользователя, где помимо основных технических параметров есть еще и технологическая схема сборки. На основании штатива также смотрим мощное чугунное литье. Всего один винт для фиксации рукоятки. Нормально работает и возвратный механизм. А с помощью данного механизма уже регулируется точная глубина сверления. И внутри механизма передача вращения идет с помощью конических шестеренок. Смотрим также точное название модели. Спереди органы управления напоминают пульт от различных регуляторов частоты. И по корпусу пластик здесь на ощупь довольно хорошего качества. Отличное лакокрасочное покрытие. Возможно это и полимерное покрытие. Улучшение можем наблюдать и в плане передачи вращения. Такой хороший ремень как на генераторах или в гидроусилителях руля. То есть с очень хорошим сроком службы. И в отличие от некоторых старых моделей, здесь гораздо лучше реализована разводка электрических проводов отдельно в своем кармане во избежание поражения электрическим током. Толщина 3,5 мм. Это уже процесс перемещения шпинделя внутри ребра жесткости. Не знаю получится ли разглядеть. В общем это для усиления конструкции. Диаметр шкива 45 мм. И второй 25 мм. Диаметр штанги составляет 45 мм. Что же касается вот этого двигателя. Аналогичные моторы с меньшим размером устанавливаются и на жесткие диски. И как правило такие моторы в некоторых случаях работают круглосуточно и более 5 лет. Не знаю как это будет работать в данном случае. Но ресурс у таких моторов очень хороший. На крышке перфорация для циркуляции воздуха. Графика здесь скорее подсказывает зависимость режущего инструмента от числа оборотов. В зависимости от материала заготовки. Слева линейка для контроля глубины сверления. Есть отдельный тумблер включения. Два регулировочных винта могут создавать надежную фиксацию головы на штативе. Либо точно регулировать натяг для перемещения с помощью механизма. Все как видимо в масле. Снизу расположены два лазерных указателя. По центру это два светодиодные лампочки для подсветки рабочей зоны. Первое включение. Смотрим как организован плавный старт. Самое интересное то что практически не создает шума. В сравнении с коллекторным двигателем. И даже на максимальных оборотах шум не такой высокий. На холостом ходу смотрим какой ток потребления. Поднимается примерно чуть больше 1.2 А. С помощью кнопок вверх-вниз можем регулировать обороты. И на 1300 оборотов шум от станка становится еще меньше. И для примера можно сравнить с коллекторным двигателем. Который даже на минимальных оборотах звучит громче чем на этом современном аппарате. После часовой обкатки смотрим примерное значение температуры. Как видим практически везде температура менее 40 градусов Цельсия. В данном кармане расположена возвратная пружина для подъема пиноли. В первую очередь хочется проверить биение. Для этой цели будем использовать вот такой высококачественный советский индикатор с классом точности 0. Для начала индикатор устанавливаем на значение 0. И как видим прекрасный результат. Всего пару делений отклонения. Считаю что более чем достойный результат. Также специально для этой модели взял вот такие мощные тиски. С возможностью подачи сразу в два направления. С виду все очень достойно. На губки установлены стальные сменные пластины. В комплекте есть также резиновые прокладки для более ответственной поверхности. И конкретно данная модель отличается с очень хорошей жесткостью. С возможностью регулировки натяга и точной подачи с помощью штурвала. Смотрим так же как организована трескопическая защита для винта. И самое главное эти модели друг для друга отлично подходят. То есть точно совпадают посадочные места. Теперь проверим и на точность сверления. Вернее на качество сверления. Как видим прекрасный результат. Это благодаря высокой точности, которой даже визуально практически не ощущается в еде. Снова видим прекрасный результат. И для полноты картины смотрим еще такую железку. И из личного опыта могу сказать, что это один из лучших моделей в данной линейке. Сетевой провод с хорошим запасом потока до 16 А. И длина порядка 2 метров. Ну и сечение 3 по 0,75 квадрата. На обратной стороне смотрим как все это организовано. Есть такие щели для регулировки. Но больше всего хочется заменить вот эту стойку. Она здесь не цельная. И толщина составляет порядка чуть больше 2 мм. Теперь такой тест. Полезный для большинства мебельщиков. С помощью данного инструмента форстнера. И как видим запас по мощности более чем достаточно. То есть такой диаметр сверлится в легкую. В прошлом видео кто-то из подписчиков спрашивал про то, на какой конус одевается патрон. На советских обычно это было Б-18 или Б-16. То здесь как видим все накручивается на резьбу. И диаметр примерно 12,5 мм. Ну и таким макаром нужно затягивать на свое рабочее место. Теперь пробуем и более твердые сорта дерева. И здесь также крутящий момент показывает прекрасный результат. По металлу теперь еще посмотрим более крупное сверло. Такие обороты слишком много. Но на более низких оборотах, благодаря использованию бесщеточного двигателя, смотрим как хорошо держит кутящий момент на низких оборотах. И даже на столь малых оборотах, снова показывает хороший результат. Для фрезеровки здесь я взял вот такие фрезы. Каких только моделей здесь нет. С виду есть такая неплохая заточка. В целом этот инструмент вы еще не один раз сможете увидеть на нашем канале. Что же касается фрезеровки, кто-то из зрителей спрашивал в прошлом ролике. И на мой взгляд, эти модели вообще не предназначены для такой цели. Особенно по металлу. Если использовать его по правильному предназначению, то будет сверлить и сверлить бесконечно долго. И такие операции лучше все-таки делать на обычном простом ручном фрезере. Еще один такой эксперимент. Потребление тока под разной нагрузкой. И начинаем с малых оборотов. И в данном режиме ток не поднимается даже до 1 ампера. То есть очень высокая энергоэффективность. Простыми словами, потребление энергии менее 200 Вт в час. На 1000 оборотах ток уже чуть больше 1 ампера. Это уже примерно 250 Вт в час электроэнергии. И на максимальных оборотах ток, смотрим, уже перескакивает даже в 2 ампера. Это уже порядка 500 Вт мощности. У данного же поставщика есть еще вот такие метрические или дюймовые ступенчатые сверла. А так по дереву тоже сверлится все очень хорошо. Теперь смотрим, как организована подсветка. Полезная функция, у кого недостаточно освещенный гараж и так далее. Также можем видеть работу лазерных указателей. Но больше всего в данной модели мне понравилось то, что эта модель практически бесчумно работает. Кому понравилось видео, не жалейте лайки, подписки и комментарии. Всем спасибо за просмотр.